приветствуем вас на нашем подкасте под парашютом под парашютом это значит вы находитесь под защитой ведущих экспертов сфере юриспруденции я рада вам представить нашего сегодняшнего гостя это руководитель научно-образовательного центра кимп и education кандидат юридических наук доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства университета имени олега емельяновича кутафина арбитр арбитражного центра при рспп медиатор конова фатима руслановна здравствуйте здравствуйте и темы нашего сегодняшнего подкаста крайне интересна эта процедура медиации я думаю что мы можем сразу приступить к вопросам и рассказать нашим зрителям что себя представляет процедура медиации поэтому мой первый вопрос что такое медиация соответствие закона медиация это внесудебная форма разрешения конфликтов возникающих между различными субъектами с участием посредника и таким посредником выступает медиатор если говорить простым языком то абсолютно любой конфликт коем коими полна наша жизнь это могут быть и бытовые семейные наследственные и различные иные конфликты абсолютно в разных ситуациях их можно разрешать если невозможно разрешить их без посредника при обращении к медиатору медиатор является таким профессиональным специально обученным субъектом медиа процесса который создает некие такие условия в рамках которых стороны могут открыться открыто обсуждать конфликт и самостоятельно прийти к какому-то взаимовыгодному решению таким образом медиация это альтернативный способ урегулирования конфликтов все верно наряду с арбитражом переговорами претензии они могли бы вы пожалуйста пояснить ко всем ли спором применима процедура медиации или здесь есть какие-то исключения исключения бывают абсолютно в любых правилах есть такое понятие как медиабельность спора и соответственно выделяются некоторые критерии этой медиабельности медиабельность означает может ли данный конфликт либо спор быть разрешен посредством этой процедуры одним из таких критериев является отсутствие запрета прямого запрета в законе обращаться и разрешать возникший конфликт с участием медиатора таким относятся допустим трудовые споры это прямо указано в федеральном законе медиации не могут относиться дела связанные с некоторыми корпоративными спорами не могут относиться дела несостоятельности банкротстве дела связанные допустим с оспариванием отцовства либо возникающие из каких-то особенных семейных правоотношений также могут быть запрещены но в большинстве случаев учитывая что мы говорим о гражданских правоотношениях закон допускает практически всегда они не могли бы вы в таком случае привести примеры тех споров в которых предпочтительно применять процедуру медиации или тех споров где чаще всего используются вот эти альтернативные способы но я вам скажу на живых примерах каких я вам скажу как юрист в том числе практикующий и как процессуалист который знает как это происходит и в судах и в арбитраже как вы правильно отметили и в медиации не импонирует больше третий вариант почему потому что в отличие от арбитража либо же судебной форм разрешения медиации стороны повторюсь самостоятельно решают как дальше они готовы и способны урегулировать конфликт и определяют самостоятельно условия и в медиации не бывает правых и виноватых есть такая концепция win-win и цель медиации достигнуть такого результата чтобы выиграли оба таким вот примером отвечая на ваш вопрос может можно привести абсолютно элементарные семейные отношения которые законом не урегулированы и в этих ситуациях помогает только медиация допустим когда бабушка хочет общаться со своим ребенком либо же родители хотят чтобы бабушка с ребенком сидела обычная ситуация обычное дело судебном порядке естественно вы ничего не добьетесь либо вы дали в долг на вере никак документально не оформили некий договор займа есть такая пословица да хочешь потерять другом дай ему в долг и вот как раз таки в такой ситуации вам может помочь медиатор потому что повторюсь обратившись в суд не имея подтверждающих в письменной форме оформленных договоров вы добиться ничего не сможете поэтому вот в таких ситуациях я конечно рекомендую обращаться медиации но мне кажется все таки в связи с тем что судебная форма является окончательной исключительной и после вынесения решения мы уже никак повлиять не можем нужно все таки попробовать договориться то есть таким образом преимуществом процедуры медиации является тот факт что она позволяет учитывать интересы всех субъектов которые завязаны в данном конфликте а таким образом могут ли быть у медиации и слабые стороны риски возможно какие-то но самый распространенный и самый большой риск это не исполнение медиативного соглашения как быть в этом случае и это предусмотрено и урегулировано законным если вы сомневаетесь в своем партнере неважно партнер по бизнесу партнер по браку иной то есть мы образно называем его партнер если вы сомневаетесь в его добросовестности либо есть сомнения в том что он исполнит свои обязательства либо же договоренности то тогда мы обращаемся к нотариусу который своей нотариальной подписью удостоверяет медиативное соглашение и в силу закона оно теперь приобретает силу исполнительного листа то есть по аналогии с решением это абсолютно полноценная да на самом деле полноценная альтернатива судебной форме потому что если даже сравнивать с арбитражом то решение арбитражного суда законной силы не имеет там также применяется принцип добросовестности добровольности сторон но для того чтобы исполнить уже решение третейского суда нам все равно нужно обращаться в суд а насколько часто вы сталкивались с ситуациями когда один из субъектов отказывался исполнять заключенное медиативное соглашение были у вас практике подобный случай такие ситуации наверняка случаются у меня таких ситуаций не было слава богу может я просто о них не знаю может быть и так бывают ситуации когда один из партнеров отказывается вступать в переговоры и это самая большая проблема наверное хорошо большое спасибо а вы считаете что медиацию нужно развивать в россии правильно обязательно во всех цивилизованных странах медиация достаточно популярна и успешно если брать на примере восточных стран даже ту же самую японию либо же возьмем южнее турцию либо объединенные арабские эмираты там некоторые категории споров рассматриваются исключительно посредством медиации допустим семейные споры расторжение брака определение места проживания ребенка и считается что но там конечно включаются и другие каноны то допустим шариат либо обычаи как в японии но принято не выносить ссоры из избы и мне кажется это вот цивилизованный метод какой интересный принцип а как вы думаете он применим к нашей российской действительности россия многонациональная многоконфессиональная страна она огромная и допустим ментальность южную и ментальной северную очевидно будут разночтения в понимании и может быть даже в некоторых ценностях где-то у нас более превалируют традиции да вот как в южных регионах где-то наоборот хотят исключительно только судебного решения и верят в суд как сказал один мой коллега что в россии медиация не успешно поскольку очень высокий уровень конфликтности любят у нас поссориться но мириться то тоже приятно без этому чем конечно выносить тот самый ссор из избы нужно попробовать урегулировать его самостоятельно но я так понимаю что особенность нашего государства все-таки не позволяет нам тоже на уровне закона закреплять споры которые будут отнесены к исключительной компетенции медиатора нет у нас пока действует принцип разделения властей конкурирует административный административная форма и судебная форма медиация это добровольные поэтому есть конечно и предложение и даже законопроект по семейным спорам связанным с участием несовершеннолетних ввести обязательную досудебную медиацию но это просто противоречие внутри самого понимания не может принцип добровольности сочетаться с обязанностью либо с обязательностью поэтому я думаю что этого не должно быть но повышать уровень осознанности у населения безусловно нужно как просвещать и в этом тут нужен системный подход нам с вами коллеги там преподаватель рассказывать об этом в институтах вузах ранее начинает рассказывать и учить договариваться потому что вот эти методы и техники медиации они могут применяться абсолютно любыми людьми абсолютно любого возраста и насколько ты успешно да и качественно владеешь этими техниками тебе дальше легче будет и адаптироваться в социуме и добиваться каких-то успехов поэтому я и своим студентам рекомендую как дополнительный soft skill сейчас мягкие навыки то есть обязательно развивать свой эмоциональный интеллект свой социальный интеллект вот о котором сегодня говорили это способность именно коммуницировать внутри определенного социума студенчества дальше на работе и так далее эти навыки безусловно они нужны не говоря уже о том что это дополнительный диплом и дополнительный источник дохода медиаторы зарабатывать я думаю в любом случае сегодня все гибкие навыки необходимы независимо от той профессиональной деятельности которым их хотели бы заниматься если вероятность и возможность повышения привлекательности медиации в россии и что для этого нужно сделать как раз в продолжение последнего для того чтобы популяризировать то либо иное явление о нем нужно говорить для начала о нем просто нужно начать говорить начать нужно наверное поскольку вера в государственные органы в разной степени это на разное кто-то наоборот доверяет только судам поэтому мы предлагали допустим дополнительно разъяснять и содействовать в примирении потому что если мы даже обратимся к гпк а пк и кодексу административного судопроизводства задачей суда является содействие в примирении на сегодняшний день это содействие большинстве случаев ограничивается только отдельным предложением в определении возбуждения гражданского арбитражного административного а тогда в связи с той сессии на которой мы сами как раз находились посвящены юридическому образованию вопрос такой вне нашего плана а не считаете ли вы необходимо включать в учебные планы специальные дисциплины посвящены урегулированию конфликтов и тогда у нас на выпуске ребята в том числе будущие судьи будут владеть навыками урегулирования конфликтов вот мне кажется что это должна быть дисциплина по выбору но обзор на и в рамках раскрытия понятий с приведением примеров реально из практики и зарубежной может быть практики успешной именно тем самым доносить но уже обучаться они наверное должны выбрать хотят они быть медиаторами либо не были предпочитают агрессивное поведение хотя бы озвучить необходимо не нужно навыка дальше уже каждый сам выборит замечательная мысль я ее тоже для себя обязательно зафиксирую что нужно доводить до аудитории ценность этого гибкого навыка связано связанного с урегулированием конфликтов контексте сказанного на самом деле замечательно что наши с вами мероприятие наш с вами подкаст посвящен теме медиации мы тоже вносим свою копилку популяризацию этого института в россии спасибо вам за это но смотрите у меня еще один вопрос мы сами говорили до этого про образование и что например выходит выпускник юрфака обладающий профессиональными знаниями и обращаясь в суд я знаю что мое дело мой спор будет рассматривать человек обучившийся специально этому делу получивший диплом кто такой медиатор кто и может быть как я могу быть уверена в профессионализме этого человека какие документы подтверждают что медиатор обладает необходимыми компетенциями как мне их проверить если здесь какая-то информация профессионализации медиации говорится уже долго предложений много даже вот в прошлом году у нас было заседание пленарное парламентские слушания вернее в прошлом году у нас были парламентские слушания в государственной думе и собирались предложения от нас медиаторов по внесению изменений в действующий закон и в том числе необходимо ли внести ответственность как оценить качество работы медиатора по последствиям либо же по применяемым техникам некоторые предлагали урегулировать всю процедуру посредством создания отдельного процессуального кодекса типа или кодекса по медиации пока название тоже не придумали чтобы кодифицировать всю эту процедуру и уже был определенный алгоритм действий но такие предложения они не соответствуют сути медиации потому что медиация во первых бывает абсолютно разная зависимо от ситуации критерии могут быть разные зависимости допустим от сферы в которой применяется семейную и бизнес-медиацию ни в коем случае не сравнивать нельзя для семейной медиации там необходимы другие техники процедуру медиации в бизнес-конфликты вступают уже имея хоть какие-то предположения хотя бы о том к чему они готовы вот некая вариативность все равно бывает и целью как правило вот бизнес-медиации является сохранение партнерских отношений это и сохранение хорошей репутации в том числе то что потом не прослыть заядлым конфликтующим юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем а что касается семейной медиации здесь необходимо более поглубже погружение процедуру выявления интереса потребности ценности в том числе с этим работает медиатор поэтому отвечая на вопрос как отличить либо определить профессионального медиатора есть критерии которые законам определены какие можете озвучить до медиация бывает профессиональные и непрофессиональные непрофессиональные медиации то есть вне судебной могут заниматься лица достигшие 18-летнего возраста наличие диплома для них не требуется а то есть можно даже без высшего а можно большего образования абсолютно но будучи возрастом быть дееспособным но мне кажется что основной критерий это должен быть жизненный опыт для того чтобы развить ту самую эмпатию которая очень важна для медиатора такого определителя эмпатии кроме психологических тестов но к сожалению или к счастью наоборот их нет поэтому что касается профессионального медиатора это уже лицо достигшие 25-летнего возраста прошедшая специальную профессиональную переподготовку на базе имеющегося высшего образования и получивший соответствующий диплом по профессиональной переподготовке с присвоением специальности медиатор а а если мне медиатор непрофессиональный то процедура и результаты они аналогичны профессиональной медиации или есть разница ну например у нас конфликт мы обратились к 18-летнему гражданину для его урегулирования которому по закону не нужны никакие специальные знания дипломы документы и так далее а то соглашение которое мы заключим она какой юридической силы будет обладать она обретет юридическую силу только после того как вы его удостоверить и нотариально до этого добровольность хотите исполняете не хотите не исполняете понятно ну не стоит обращаться к 18-летним медиатором если закон позволяет вся эта жизнь и случается поэтому из-за этого и хотят профессионализировать вот допустим у нас в прошлом году в мг и а был форум и мы там обсуждали перспективы развития института медиации приглашали коллег из разных стран и вот допустим в республике азербайджан и в казахстане у них есть этические советы то есть а как определить критерии тоже их привлечения какой-то этической ответственности до либо нарушению связи с нарушением этой этики тоже не совсем пока укладывается мое понимание потому что допустим если в определенный срок медиатор не смог достичь примирения то тогда медиация считается неуспешной но мы вступая в медиацию то есть медиаторы никогда целью не ставим вынести мировое соглашение либо медиативное соглашение вы никогда не знаете чем может закончиться дело ваш конфликт потому что стороны могут не помириться и просто расстаться навсегда никак это документально не оформляя либо же наоборот они могут заключить мировое соглашение и нотариально его не удостоверять либо они могут достигнуть соглашение просто помириться и не заключать никаких документов у меня был опыт когда медиация закончилась просто протоколом договоренности то есть результаты могут быть разные да но повторюсь вот протокол договоренности это моя фантазия потому что такого документа закон не предусматривает это тоже это мы заимствовали да потому что абсолютная воля да здесь тоже диспозитивные начала хотят пожалуйста но для чего они на тот момент заключили этот протокол договоренности для того чтобы в дальнейшем приложить его к исковому заявлению в качестве подтверждения прохождения до судебного урегулирования то им нужен был документ и те факты которые они включили в этот протокол договоренности и подписали уже в дальнейшем судом могут быть признаны бесспорными и исключены уже доказываем поэтому практически практическая польза из этого тоже конечно имеется а где мне в таком случае найти медиатора вот предположим я человек у меня возник конфликтом соседем с соседом по даче например мы не хотим с ним судиться я вот посмотрела наш подкаст узнала про процедуру медиации и задалась вопросом а где мне медиатора найти есть возможно какие-то сообщества организации вот куда мне обратиться есть союз медиаторов есть про сообщества медиаторов россии их на самом деле много и сейчас у нас в принципе настолько информация доступна что в принципе можете найти для себя множество вариантов но опять-таки репутация медиатора это всегда работа сарафанное радио это самая лучшая реклама потому что когда твои не скажу доверители до стороны которые к тебе обращались уже будучи довольными рекомендую тебя другим более охотнее приходят но есть и постоянно действующие центры как допустим наш центр на медиации при рспп он сотрудничает активно с судами с арбитражным судом города москвы московской области них даже есть свои комнаты примирения суде по интеллектуальным правам тоже очень успешно проводится медиация замечательно а медиация с точки зрения финансов она как менее затратные более затратные сколько стоит процедура медиации если бесплатный медиатор и например для к определенных категорий граждан кто платит как распределяются вот эти расходы расходы до между сторонами если по этому поводу этот вопрос тоже стоял в повестке по регулированию процедуры потому что на сегодняшний день нет определенного какого-то цен за вот как допустим и оплатили государственную и знаем да 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 ответить с налоговым кодексом сколько нам это обойдется здесь нет то есть на встрече вот в центре при рспп там есть рекомендованный прайс то есть рекомендованы что от такой-то суммы это может быть и полторы тысячи за сессию все зависит от того сколько сессии вам нужно провести а в среднем сколько сессии необходимо зависит от сложности конфликтов зависит от сложности бывает что сессия длится 20 минут бывает что два с половиной часа поэтому бывают абсолютно разные ситуации но это уже по согласованию с медиатором как правило бывает так что одна сторона лишь несет издержки которая была инициатором проведения процедуры медиации но большинстве случаев делится пополам а есть какие-то нормативные установления на это нет или стороны сами решают нормативное установление распределение до даже стоимости а распределение скорее не ходу ну потому что условно в гражданском процессе мы знаем да что проигравшая сторона должна возместить все расходы другой стороне нашей стороны как правило поэтому они либо договариваются и несут издержки поровну оплату услуг либо нет некоторые коллеги я критично отношусь к этому положению вносят в соглашение о проведении процедуры медиации который также предшествует самой процедуре гонорар успеха что это гонорар успеха есть распространен в адвокатской практике то есть дополнительно кроме суммы оплаченной за проведение процедуры еще включается еще дополнительный гонорар за успешность вынесенного решения то есть кроме тех процессуальных действий которые оплачены изначально вы еще за результат получаете дополнительную плату некоторые медиаторы такое практикуют но я повторюсь отношусь к этому критично потому что мы никогда не знаем мне кажется вот это принцип нейтральности который тоже очень важен для медиатора в этой процедуре он может быть нарушен ну да то есть можно принять решение не компромиссное а можно подталкивать стороны до до более экономически выгодному решению соглашению да выгодному невыгодному там решать по ситуации но именно к заключению медиативного соглашения потому что у медиатора такой цели нет это в суде рассмотрели дело обязательно должно быть вынесено решение либо итоговое определение а какая медиации цели нет урегулировать конфликт на тех условиях которые определяют сторону и наверное здесь нужно пояснить да что при обращении в суд у нас в любом случае будет установлена как бы сторона виновная ну в кавычках можем взять да и сторона как бы чьи интересы были на нарушены а в медиации у нас с вами не будет ведь я правильно ну как бы поняла у нас сами медиации нет того кто прав кто не прав стремимся к результату вы ну и что победили оба хорошо улез это больше судебные форты замечательный тезис пожалуйста его запомните а как в таком случае выглядит вот эта внутренняя механика процедуры медиации то есть я вас до этого спрашивал где мне найти медиатор и вы мне сообщили что нужно обратиться в соответствующей в соответствующие сообщества центр которые сегодня имеются а что дальше будет происходить нашла я медиатора а можете там тезисно озвучить как дальнейшая процедура будет выглядеть какие действия нам нужно будет совершить но в первую очередь опять таки это не правило это просто вот есть такой подход назначается информационная встреча некоторые медиаторы называют ее пред медиации она не освидетельствует о начале процедуры это только информационная встреча когда обсуждался вопрос о введении обязательной досудебной медиации мы как раз таки предлагали ввести обязательной информационную встречу пусть они встретятся поговорят а медиатор как врач терапевт определит способны они к выздоровлению либо нет конечно это сложно сделать да на первый взгляд потому что нужна работа но и тем не менее разъяснит хотя бы порядок и процедуру проведения чем это может все закончится по плюсах медиации и потом уже как правило на это информационной встречи заключается то самое соглашение о проведении процедуры медиации таким образом извините первый этап получается это заключение соглашения между сторонами о проведении процедуры медиации все верно давайте дальше я просто хочу для нашей аудитории зафиксировать контрольные точки которые обязательно нужно будет пройти поняла вы заключили соглашение о проведении процедуры медиации и можете сами вот тоже еще одно отличие от судебной формы сами выбрать время даже место проведения определить длительность этой процедуры и есть уже определенный алгоритм присутствовать на процедуре никто не может потому что еще одно отличие если судебная форма у нас принцип гласности открытые судебные заседания то медиация всегда проводится конфиденциально и медиатор несет ответственность соответственно да если будет нарушена это за разглашение тайна да потому что федеральный закон такую тайну устанавливает из разглашения среди не полученных в ходе процедуры медиации медиатор может быть привлечен к ответственности а а есть ли какие-то обязательные этапы документы возможно которые нам нужно будет оформить единственный документ это тот который вы составляете у медиатора либо до обращения к нему это ваше право это соглашение о проведении процедуре медиации но здесь важно учитывать определенные критерии медиабельности о которых мы ранее сказали во-первых вы должны быть дееспособны да соответственно во вторых данные споры могут рассматриваться медиатором порядке процедуры медиации и в целом все и выбрать медиатора то есть абсолютно диспозитивная добровольная процедура и в этом несомненно ее преимущество это в отличие от судебного это про осознанность это про понимание то это то чего ты хочешь а зачастую именно семейные отношения нужно сохранять даже при расторжении брака родители должны остаться в цивилизованных отношениях понятно ради кого поэтому и даже часто так бывает что даже при вынесении решения судом и определение порядка общения с ребенком ну как мы заставим родителя исполнять это решение но не сможем мы его заставить видеться с ребенком если он найдет тысячи причин этого не делать а если уже смогли договориться выявить интерес и соответственно он осознанно соглашается на эти условия больше вероятности можно привести статистику 80 процентов медиативных соглашений нотариально удостоверенных исполняются добровольно все-таки осознанность имеется в этой части эта задача медиатора очень высокий показатель к не я думаю если сравнивать даже с исполнимостью судебных решений вы знаете да 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 20 процент но я думаю это показывает что люди осознанно вступают в эту процедуру уже готовы как бы стать на эти рельсы поиска компромиссного решения и поэтому готовы его исполнять и видимо здесь еще одно преимущество процедура медиации что в процессе этих переговоров я сама на себя беру определенные обязательства если в отличие от судебного решения не суд предписывает что я должна сделать здесь я беру эти обязанности на себя сама ну и как взрослый человек несу за них последующую ответственность и верно мы по сами почти завершаем а если у вас какой-то интересный случай связанных с применением процедуры медиации что то что вам запомнилось возможно они все интересные они все исключительные потому что когда ты ходишь в эту процедуру как медиатор тебе открываются тайные комнаты на любые отношениях так глубоко скажем так суд не погружается суд только выносит решение на основании тех документов доказательств которые стороны времени скорее всего конечно очень ограничено а медиатор можно сказать нянчится он выявляет что вас не устраивает в этой ситуации вы сами проговариваете иногда прописываете какие возможные результаты развития событий вы допускаете и далее уже если он пришел с одной точкой зрения посредством расширения кругозора и допущение той вариативности развития событий соответственно миросознание и мировосприятие изменяется но самое главное медиатор должен точечно выявить вот эти вот точки соприкосновения слушайте но это ведь нужно обладать довольно большим количеством специальных навыков у меня как раз таки в процессе интервью возник вопрос а какими компетенциями должен обладать медиатор то есть мы до этого говорили о выпускниках юридических вузов а вот медиатор потому что то что вы рассказывали здесь нет от никаких специальных правовых знаний да то все что я слышу это знание именно личности на самом деле в законе о медиации наоборот указано что медиатор не должен давать юридическую консультацию он не имеет права поэтому медиатором может быть и врач и стоматолог и инженер и психолог и экономист и финансист а вот по себе так как вы практикующий медиатор какие навыки и вы считаете для него необходимыми для проведения пример эмоциональный интеллект понятно да еще что может быть важным эмоциональный интеллект это наверное первое что возможно гибкость свой широкий кругозор своя фантазия зачастую что медиатор должен допускать и знать в различных несмотря на то что не имеет права давать юридическую консультацию в различных правоотношениях нужны все-таки глубокие знания допустим как семейном праве необходимо знать да и понимать нельзя путать психотерапии потому что мы не занимаемся психоанализом это только вот на поверхности ровно столько сколько стороны готовы тебе дать и ровно столько сколько нужно для урегулирования конкретного конфликта они всех конфликтов которые есть в этой жизни до у этого человека поэтому когда мы говорим о о навыках навыки наверное это те самые soft skills как вы правильно сказали это эмоциональный интеллект это эмпатия это умение слушать и слышать это умение анализировать это умение иногда даже прогнозировать но про себя а не на месте до проведения и в первую очередь это техники мы их называем можно их перечислять наряду с компетенциями и навыками но это медиативные техники техника открытого слушания создание открытого диалога что стороны могут пусть в крики пусть в эмоциях выпускать этот пар и это наверное самое сложное в этой процедуре потому что иногда вроде тихоня в том как разойдется и все что копилось годами и ты думаешь когда же ты уже закончишь такое тоже бывает поэтому конечно все эти техники нужны и они мало этого уже применяются и в других сферах жизни и в юридической деятельности тоже потому что знают и консалтеры знают и инхаус юристы то что очень важно уметь договариваться и вести переговоры поэтому медиатор конечно использует и некоторые элементы нлп как бы это плохо не звучало лингвистическое программирование то с точки зрения правильных манипуляций он должен уметь считывать вот вы сейчас слушая меня да применяйте технику активного слушания знаете умеете успешно применяете да когда вы слушаете да да чувствуете киваете ни в коем случае не писать не отвлекаться человек обязательно важен зрительный контакт поэтому это и не вермали невербальные коммуникации тоже и тогда у меня наверное последний вопрос а где же готовит этих чудо специалистов чтобы у них были такие навыки и компетенции чтобы они владели подобными техниками и могли вот так вот помочь сторонам найти некое компромиссное решение медиатором готовят в нашем прекрасном образовательном центре кнп education мы имеем образовательную лицензию обучили уже достаточное количество медиаторов успешно у нас есть и тренерский курс это курс для лиц которые хотят учить других медиаторов уже по закону только тренер медиации может это проводить поэтому таких курсов на самом деле много и вам просто нужно идти на человека как обычно поэтому по своему наполнению и содержанию они зачастую совпадают иногда бывают лишняя информация но важные критерии и понимание что количество часов в силу закона федерального закона об образовании не должно быть менее двухсот пятидесяти часов и это должен быть диплом о профессиональной переподготовке присвоением квалификации медиатор поэтому уважаемые зрители если вы обращаетесь к медиатору и вам важен профессионализм медиатора я думаю вы можете уточнить если у него диплом о профессиональной переподготовке вы вправе вы вправе и медиатор должен вам его показать медиатор должен вам это диплом показать ну всякое бывает жизни до не всегда мы знаем что мы можем просить соответствующие документы не всегда даже знаем что эти документы необходимы поэтому обращайте пожалуйста на это внимание потому что я думаю обращение к непрофессиональному медиатору тоже снижает престиж этой процедуры в россии может кого-то обманут например или не достигнут желаемого решения и наверное мы с вами будем завершать возможно подведем итог есть у вас пару слов что вы можете сказать о медиации в целом возможно опять же акцентировать внимание для наших зрителей на важность этой процедуры ну важность этой процедуры заключается в том что наверное каждый человек должен уметь цивилизованно урегулировать конфликты которые возникают его жизни это про осознанность это про понимание себя это мировосприятие мироощущения это действительно тот самый мягкий скилл мягкий навык которым должен владеть не только юрист но и любой специалист который имеет коммуникацию с разными людьми и сфере медицины то есть в сфере здравоохранения и в бизнес среде и в семейных мы даже элементарно для того чтобы налаживать контакты внутри своей семьи и как было озвучено в процессе нашего интервью иногда важно не выносить ссоры из избы если вы преследуете эту цель то для вас альтернативный способ урегулирования конфликтов это процедура медиации о которой мы сегодня беседовали с руководителем научно-образовательного центра кнп эдюкейшн участником казанского юридического форума модератором аж двух сессий посвященные одна сессии медиации а вторая юридическому образованию с кандидатом юридических наук доцентом кафедры гражданского и административного судопроизводства университета имени олега емельяновича кутафина арбитра арбитражного центра при рспп практикующим медиатором фатимы руслановной коновой большое вам спасибо спасибо вам большое я желаю огромного успеха вашему проекту это замечательная инициатива и идея вот таким образом просвещать я думаю что смотрит не только молодежь но и взрослое поколение ваши передачи будут интересны всем я вам желаю успеха большое вам спасибо 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 спасибо